Швейцарская армия призвала на службу 12 тысяч призывников, однако из-за карантинных ограничений половина из них пройдут подготовку онлайн. С 18 января по 8 февраля призывники будут учить теорию по 6 часов в день и заниматься физическими упражнениями по 4 часа в неделю. В помощь дистанционной группе выпустят специальное мобильное приложение. Через 3 недели удаленки новобранцы смогут присоединиться к остальным, но сначала им придется сдать тест на коронавирус. Во-первых, очень интересно, как будут проверять их онлайн, их физическую подготовку. Ну, то есть, допустим, там они созвонились по зуму, вдруг что-то с видеосвязью, ты отжимаешься, и он такой чапкает, да-да, отжимаюсь. Еще раз я там, сейчас отжимания делаю. А вообще, как будет выглядеть дембеля из такой армии, если вот вся служба будет проходить онлайн? Они такие сутулые, с пузом, с щетиной. Как дембельский альбом будет выглядеть? Просто набор скриншотов, типа, вот я здесь был, здесь. А если из такой армии сбежать, то тебя, наверное, садят в пятизвездочную норвежскую тюрьму. То есть все по строгости. Ну, я тогда давным-давно солдат швейцарской армии. На 15 лет служил в Counter-Strike, 5 лет в горячих точках Battlefield'а, и 3 года на фронтах Angry Birds. Это так, это дополнение. У нас много женщин, слушай, Ед, слушай. Если женщина, то, наверное, я играла в Sims по-любому. Ты вообще в Sims играл? Нет, никогда. То есть в Sims ты не служил? Нет, я в Sims не служил, но это, наверное, потому, что я не знал, что там можно заставлять героев заниматься сексом. А. Тогда это явно повлияло бы на мой выбор. Тогда будет на мой выбор. А у тебя вообще какие отношения с армией? Ну, в плане ты как там? С армией? Слушай, я от звонка до звонка, кстати, прошел военную кафедру. О, то есть у тебя есть звание? Да. Какое звание, я не помню. Что-то генерал. А по-моему, так и написано. Что-то генерал. Что-то генерал.